Мои хорошие, поздравляю весь православный мир с великим праздником Пасхи Христовой. Христос воскрес! Желаю всем Божьей помощи, крепости духа, сердечной теплоты. Пусть воскресенье Христово принесет нам мир, счастье, здоровье. Пусть воскресенье Христово принесет мир в Украину, чтобы наши люди наслаждались тишиной с пением соловья, чтобы эта тишина была не настораживающая. Чтобы все самые-самые сокровенные желания наши сбылись, чтобы быстрее закончилась эта война и все украинцы вернулись к себе домой. Всех с Пасхой Христовой! Храни всех Господь! Пасхальный кекс, пожалуйста, немножко украсила, сахарная пудра, красивый, как всегда красивый. У меня всегда получается этот кекс очень-очень удачный. Сейчас разрежу и посмотрим, какой он в разрезе будет. Кекс разрезала. Вот, пожалуйста, кусочек. Посмотрите, сколько сухофруктов. Стакан муки, 600 грамм разных сухофруктов, стакан орехов. Это вкуснятина. Цедра апельсина пахнет. Я еще не попробовала, но уже пахнет. И заливался два дня кекс апельсиновым соком. Я делала шпажкой маленькой тоненькой дырочки и заливала апельсиновый сок два дня. Кекс довольно тяжелый. Сейчас попробую. Люди, попробовала? Очень костный. Чувствуется кислинка за счет апельсинового сока. И кекс неприторный, несладкий очень. Много сухофруктов. Посмотрите, курага просматривается. Темные финики. Изюм. Вот даже кусочек просматривается инжира. Чудо. Вот орешки просматриваются. Чудо. Очень удачный и вкусный пасхальный кекс. Всех с Пасхой Христовой. Если найдете минуточку посмотреть мое видео, мои сюжеты, мне будет очень-очень приятно. У нас, как всегда, рубрика «Комментарии». И я сняла еще небольшой сюжет своего нового знакомства. Новое общение у меня было. Самая-самая случайная встреча, самая не случайная. Это просто было чудо Господнее. Вы увидите и услышите. Немножко вам расскажу о этой встрече, об этом новом знакомстве. Ну, а сейчас давайте перейдем к нашим вопросам, комментариям. Комментарии – это наши темы. Это наше общение. Мы отвечаем на вопросы. Мы советуем друг другу. Вот пишет Галина сегодня. Здравствуйте, Татьяна. Скажите, пожалуйста, у вас был рефлюкс эзофагит, как и у меня. Чем вы его лечили? Меня он постоянно преследует. Хотя и таблетки пью. Ну, приблизительно что-то было, что-то. Но такого заблоса по пищеводу у меня не было, нет. Но хотя при гастроскопии мне ставили рефлюкс. Рефлюкс может давать еще грыжа пищеводного отверстия. Грыжа пищевода. Но не каждый гастроэнтеролог может ее на гастроскопии увидеть. Не каждый. Она бывает маленькая, незаметная. Значит, грыжа пищевода может давать рефлюкс. Потом вы принимаете таблеточки. Омепрозол. Омепрозол выводит магний. Поэтому если вы принимаете эти таблетки, обязательно принимайте магний. Омепрозол выводит магний. Потом я и очень многие члены нашего сообщества избавились от рефлюкса эзофагита. Мне люди писали. И есть факты. Пересмотрите свое питание. Уберите зерновые, мучное. И вы увидите результат. Вот уберите на неделю хотя бы зерновые и мучное. Вы забудете о рефлюксе эзофагите. В народе называют еще изжога. Рефлюкс эзофагит. Изжога. И еще. Даже на ночь водичку нельзя пить перед сном. Если у вас есть рефлюкс эзофагит, пересмотрите питание. Уйдете от таблеток, будете жить 100 лет и не чувствовать рефлюкса. Уберите зерновые и мучное. Первый комментарий у нас как бы постаралась ответить. Я на себе это все испробовала, поэтому говорю это с уверенностью. Мне люди писали. Написала Оля. Танечка, здравствуйте. Хочу поделиться последствиями короны. Сильно болели в животе кишки. Приступы весь день. Даже от воды. Сначала поем, а потом обезболивающие. Так и за дня в день. Убрала каши, макароны. Как два месяца. О боже. Как месяц я не пью таблетки. Ну короче, низкий вам поклон. Вот такой чудный комментарий. Человек принимал обезболивающие препараты. Все по ЖКТ было нарушено. Какие-то воспалительные процессы. Человек ушел от мучных изделий. Макароны, твердых сортов, конечно, да. Вареная мука. Ну и зерновые. Вот вам результат. Это факты. Оля Николаевна написала. Кстати, у меня есть знакомый, который по выпечке мужчина. То есть сам выпекает. Идеально печет. Пасхи, куличи, пирожки, хлеба. Все выпекает. Ну, супруга говорила, что если ест, потом плохо себя чувствует. Он своих же пирожков. Так. Ну, возможно, у человека даже может быть целиакия. Но мы же этот анализ никогда не делаем. У нас все может быть. Только не это, кстати. Ну, мы так думаем. Написала Лемара. Аниканова Лемара. Давайте послушаем комментарий. Вот открою комментарий. Так. Добрый день, Татьяна. Хочу поблагодарить за отличный совет. А именно. Я мусульманка. И держу сейчас пост. Ну, вот Турция сейчас же пост. Люди днем, в течение дня, световой день, они не употребляют пищу. Только у них вечернее время. Воспользовалась вашим советом. И теперь делаю себе ваши фирменные бутербродики. В кавычках. То есть маленькие. Сыр, масло и кофе. Удивительно. Но эти малыши насыщают меня надолго. И я спокойно выдерживаю весь день до вечернего разговления. Вот вам факты. Аниканова Лемара. Пожалуйста. Человека спасают наши бутики. Сырок. Сыр, вернее. Сливочное масло, кофе. Человек держится день. Кстати, у них такой пост, что мусульмане даже водичку не пьют днем. Вот так. Очень тяжело выдерживать этот пост. Ничего, ни крошки еды и ни капельки водички в течение дня. Вот так. То есть какое-то время она ест вот эти жиры и выдерживает целый день. Вот. Приятно слышать. Лемара, нам очень приятно. Честно. Пусть люди слушают. И воспользуются этим советом. Прекрасно. Так. Дальше идем. Леночка написала. Дриганович. Танюша, полностью с вами согласна, что вечером есть не нужно. Также минимизировать углеводы нужно. Правильно питаться. Каюсь перед вами и самой собой. Полгода следовала вашим советам. И похудела. Бодрость и энергия была. А потом нарушила питание. Начала есть каши, хлеб, конфеты. И на утро уже ничего не хотела делать. Лень. Отечность. Ну вот. Эндогенные. Отравление алкоголем. Была такая тема у нас на днях. Вечером начала ужинать после 20 часов. Приезжаю с работы в кавычках. Мне 56 лет. И я хочу жить полноценно. Поэтому беру себя в руки. И гол на правильное питание. И движение. Нет обжорству. Лени. Вот такой хороший комментарий. А факты? Конечно факты. По поводу еды. Так как приходите в 20 часов на работу. Домой. С работой имею ввиду. В 8 часов вечера. Я работала до 5 часов. Я выхожу со своей работы в 5 часов. В 17.00. Без 10.00. То есть 16.50. Я беру свой судочек. Открываю. И ем. Свою еду. До 5 я ела. Все. 10 минут. Я поела и шла домой. Все. Вот здесь у меня уже тяги не было. Я хочу есть. Я после работы. Но когда человек переступает порог. Все равно дома чего-то хочется. Он дома. Себя он должен порадовать. Возьмите красивую чашечку с блюдечком. Сделайте чай. Ну сделайте себе маленький кусочек глюкозы. Маленькое количество. Сделайте какой-то джем не сладкий. Ну порадуйте себя дома. Небольшим количеством углевода. Мозг вы ничем больше не обманете. Сделайте дома красиво. Такой вот ритуальчик. Красивая чашка. Чай любой. Сколько хотите. Столько пейте. Хороший комментарий. Человек берет себя в руки. И становится на тропу похудения и оздоровления. Ну то есть на тропу жизни. Следующий комментарий. Надежда написала. Девочки. Но никак не получается похудеть. Весом нет. Есть только юбки. Как были в притык. Так и остались. Что я неправильно делаю. Люди ответьте. Девочки. Но никак не получается похудеть. А как вы худеете вообще. Расскажите нам. Мы же не знаем. Смотрите видео. У меня что не видео. То информация. У меня что не видео. То мотивация. Начинайте смотреть видео. Так. Ира пишет. У этого блогера шикарное видео. Отличные советы. Прекрасная энергетика. И заряд. Просмотрите как можно больше видео Татьяны. И полюбите себя. Ну люди. Ну правильно же человек написал. Посмотрите видео. Для чего я их выпускаю. Так. Дальше идем. Самсунг. Можно ли жиры при ЖКТ и панкреатите? Ну значит так. У меня есть тема. Я оставлю ссылку о панкреатите. Ну долго здесь не буду ударяться в эту тему. Панкреатит. Вообще панкреатит ставят на лево и направо. Налево и направо. Даже маленьким детям ставят панкреатит. Панкреатит. Острый и хронический. Это редкое. Вы услышали? Редкое и очень серьезное заболевание. Что такое панкреатит? Панкреатит. Функция поджелудочной железы какая? Вырабатывать ферменты. Панкреатит. Значит ферментов нету. Значит пища не усваивается в 12 перстной кишке. Значит не усваивается что? Белки, жиры, углеводы, микро и макронутриенты, минералы. Ничего не усваивается. Пища вылетается транзитом. Человек, у которого панкреатит настоящий. Он тощий. Он не может быть полный. А у вас есть лишний вес? Если у вас есть лишний вес, панкреатита нет. Почему ставится панкреатит на УЗИ? Ну там идет звуковой сигнал. Мы с вами едим пищу. Вот прошло 12 часов после того, как мы приняли с вами еду. У нас в ЖКТ, в кишечнике, обязательно есть газы. Они обязательно есть. И вот на УЗИ показана такая картинка. Вроде бы как панкреатит. За счет этих газов. Панкреатит это очень серьезно. Когда я была полная, у меня ничего не болело. У меня только застой желчи. Мне все дописали. Хронический панкреатит. У меня ничего не болит. Симптомы панкреатита. Первое это потеря веса страшная. Это настораживать должно. Панкреатит это боли страшные. Они скорее по спине, спинные боли. И панкреатит это диарея. Человек не вылазит из туалета. Если у вас нету этих симптомов, у вас нету панкреатита. Ну даже все рассказала уже даже. Даже так. Можно и видосики не смотреть. Поэтому пересмотрите свое питание. Все можно. Но количество же должно быть. Жиры это же не только смолец. Жиры это яйца. Желток. Почему бы не съесть одно-два яйца? Ну. Если я бы слушала всех врачей. Это коньки можно отдать. Стол номер пять. Перетертое питание. Да. Это тяжелый случай. Дальше идем. Наталья Мухамедзянова. Татьяна, привет. Я ваша ровесница. С удовольствием вас смотрю. Стараюсь в последний раз ужинать в 16 часов. О. Наш человек пришла к такому режиму сама. Хотя действительно многие диетологи считают обязательным последний прием пищи за 3 часа до еды. А мой последний прием пищи получается за 6-7 часов до сна. И это очень здорово. Такая легкость перед сном? Точно. Я подтверждаю. Абсолютно не хочется есть. И я порой не понимаю людей, которые ночью идут к холодильнику и начинают есть. Благодаря своему такому режиму утром завтракаю как королева. Но правильными продуктами. И вообще завтрак мой самый любимый прием пищи. Наташенька, мой тоже. Завтрак самый любимый прием пищи. Я лежу в постели утром и я уже представляю, как классно. Я встану сейчас. Такой красивый процесс будет. Сам процесс. Я беру дурочку в руки. Завариваю до пеночки. Кофе. Поднимается красивая таблеточка кофейная. Ломтик сыра. Это жив кайф. Это наслаждение. Супер. И вот эта пища насыщает очень надолго. Нам даже Лемара подтвердила. Которая сейчас на посту. Так. Ну еще комментарий сейчас почитаем. Я благодарна газированной водичке. Я забыла, где находится желчный. А раньше каждый месяц приступы. Пожалуйста. Водичка с газом помогла от каких-то проблем с желчным пузырем. Вот и все. Каждый под себя. Анжелика Уткина. Хорошая тема. Наблюдаю за людьми, кто чем питается. Толстые женщины любят хлеб, колбасу, зефир, печенье. При этом все они мечтают похудеть. Девушке 30 лет. Сухая кожа, морщины. Точно-точно. Нет правильных жиров. Питается макаронами. Ну что вы, макароны твердых сортов. Жиров боятся. Как огня. Точно. Знаю всех своих покупателей. Рекомендую им ваш канал. На что мне говорят. Что они уже не в том возрасте. Что менять свой образ жизни. Муж пошел в больницу. Болело правое плечо. Диагноз ему поставили. Гипертония. Давление не мерили. Холестерин 5,7. Сказали очень высокий холестерин. Таблеток выписали. Килограмм. Вот такие у нас врачи. Анжелика. По поводу боли плеча. У меня был знакомый Вова. Женатый мужчина. Сосед мой с соседнего дома. Дальнебойщик. Своя машина. Занимался дальнебоем сам на себя. Заболела рука. Начала не работать рука. Не поднимается рука. Ну то есть. Человек сидит. Постоянно сидячая работа. Где-то зажим. Что ставят врачи? Инсульт. Рука же не работает. Инсульт. Два года кололи человека. Капельницы. Больницы. Все. Отправили на тот свет. А у человека грыжа позвоночника. Шейный отдел был затронут. Плечо. Закололи. Вот так. Поэтому. Обратите на подзвоночник. Внимание. Не на гипертонию. Гипертония вторичное заболевание. Гипертонию дает какой-то орган. Почки. Щитовидная железа. Гормонный сбой. Гормональный сбой. Вернее. Ну вот так. Так. Написала комментарий. Лейла. Танечка и всем девчатам. Здравствуйте. Я с вами с конца 21 года. Минус 18 килограмм. Это на строгаче. Март месяц дала себе послабление. Обдуманное. Чтобы проверить удержание достигнутого результата. Танечка. Дорогой вы мой человек. Да все получилось. Каждое ваше слово правда. Благодаря вам я получила правильный опыт. Опыт похудения и удержания веса. Что мне кажется очень сложно. Но это действительно так. Вы видите мой вес? У меня вес на килограмм может не подниматься. Я его держу. Я умею это делать. Я дружу с весами. Напоминаю. Дружите с весами. Не бойтесь весу. Мне кажется тот человек, который боится весу, не становится на весы. Да? Не дружит с этим ковром. Боится. Просто боится. Это не психическое заболевание весы. Нет. Это скорее страх. Увидеть лишний килограмм. Признайтесь в этом себе. Так. Спасибо вам. Ковалькова я пыталась смотреть. Да. Во многом он прав. Но почему-то он такой питанный. А вот с вами у меня процесс похудения пошел. И самочувствие лучше стало. И сон наладился. Как вы относитесь к питью яблочного уксуса? Ну по Ковалькову. Значит. Ну мне кажется тут заболевание. Тут серьезное заболевание у человека. Я думаю так скорее. А уксус. Значит. Кто-то говорит о щелачивании организма уксусом. Уксус вреден. Пить вот так вот каждый день. У кого-то кислотность повышенная. Это вредно. Как салат. Да. Вот к салату. Да. На уксусе не худеют. Худеют на выделении соляной кислоты. И ферментов поджелудочной. Вот когда мы пьем с вами. Не пьем. А добавляем допустим водичку. Извините. Уксус добавляем в салатик. Да. Во время еды. Вырабатывается больше соляной кислоты. И ферментов поджелудочной. Идет быстрое переваривание нашей пищи. Вот за счет этого. Мы с вами сбрасываем вес. Пища быстрее покидает наш кишечник. Поняли. А на уксусе никто не худеет. Это стрёмно. Пить уксус. Я допустим. Если попью неделю водичку с уксусом. По чайной ложке. У меня дискомфорт по ЖКТ. Все под себя. Но с уксусом нужно дружить. Но только как для салата. Но это мое личное мнение. Так. Написала. Света. Танечка, от всей души я вам благодарна. За год с вами у меня потрясающий результат. Было 110 килограмм. Сейчас 81 килограмм. Вес 150. Дюймочка. Вот такая маленькая дюймочка. Всю одежду пришлось поменять еще бы. Хочу рассказать всем об углеводах. Пришлось уехать из дома на 3 дня. Готовить себе не было возможности. И питалась в основном углеводами. Вернулась домой. Простите за подробности. С большой проблемой с кишечником. И плюс 2-300. Как вы говорите. Обалдеть. Вот покушала углеводиков. Делаем выводы. Ну вот. Я читаю выборочно. Светочка. Ну прекрасно. Самое главное, что у вас есть фундамент знаний. И вы знаете, в чем ваша проблема. Все. У вас все будет хорошо. У вас есть знания. Дальше. Комментарий. И он у меня последний. Да. Помните, была водичка о теплой... Я прошу прощения. Была тема о теплой водичке. Теплая водичка. Да. Кто-то говорит защелачивание лучше при теплой водичке. Кто-то советует по утрам начинать пить воду именно теплую. Даже не комнатной температуры. Так что вот, что нам пишет Акмарал. Акмарал живет в Америке. Так. Привет из Филадельфии. Да, Таня. Правильно говорите. Америка даже чай со льдом пьет. Вода, соки. Все со льдом. А когда я попрошу горячий чай, они так удивлены. Вот так. И об этом говорил Лео Антонович Бокерия. Американцы пьют все со льдом. Утром встают и вода со льдом. Поэтому все под себя. Кто-то теплую, кто-то комнатной температуры, кто-то со льдом. Лишь бы был у вас хороший результат. По здоровью тоже. Ну вот такие наши комментарии. Факты? Факты. Мы даже раскрыли немножко интересные темы. Ну а теперь пару слов буквально о новом знакомстве. Сейчас вы увидите это знакомство. Вы увидите этих людей. Иду вдоль моря. Напротив меня идут две барышни. Блондиночки. И я понимаю. Они не турчанки. Они приезжие. И у меня в душе чувства. Вот такие почутя. Ну все девчатка точно. С Украины. Ну такие горнюни. Такие красуни. Тирки у нас в Украине. И я проходя мимо них. Приостановилась. Я думаю. Нужно услышать на каком языке они разговаривают. В этот момент. Они поворачиваются лицом на меня. И говорят мне. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Мы с Украины. Мы из Киева. Боже мой. Мои вы родные. Я из Киева. Я киевлянка. Мы начали обниматься с ними. У нас такое было с ними общение. Вот вы знаете. Вот эта война очень сплотила людей наших. Люди вообще сами живут в Кременчуге. Но девочка занимается в университете имени Богомольца. Это медуниверситет. И эти люди проживают в данный момент в Киеве проживали. Нам было очень приятно. У нас общая тема. Мы начали общаться. Люди во время войны. Мама с дочкой. Красони просто. Выезжают в Польшу. Удирают от войны люди. У них знакомые в Измите. Они решили посетить Турцию. Прилетают в Турцию. Здесь они какое-то время находятся в Турции. И они понимают. Тяжело здесь продержаться. Турция не оформляет беженство. Европа платит людям. Какое-то пособие оформляется беженство. Вот Голландия платит 470 евро. Турция не оформляет беженство. И ничего не платит. Потом. Пробыв в Турции 90 дней. Позволено Турции быть 90 дней. Дальше нужно оформлять вид на жительство. Вы должны его оплачивать сами. Не Турция будет оплачивать, а вы. Приблизительно это 100 или 200 долларов. Точно не знаю. Но вот когда оформлю, расскажу, сколько я уплатила. И люди будут улетать в Европу. Им тяжело здесь. Деньги заканчиваются. Они таки сказали. Мы не думали, что это будет так долго. Мы думали какой-то месяц. И так все. И я тоже думала, что я не задержусь здесь столько. Люди летели как на месяц. Неизвестно, когда можно попасть домой. Поэтому деньги заканчиваются. Люди будут назад улетать в Европу. Вот так наши люди скитаются по свиту бедни. Господи, спаси. И тут мы с ними общаемся. И я слышу. Обращаются ко мне. Ой, киевский говор слышал. Киевляне здесь. Люди, я чуть не упала. Киевляне вышли на нас. Мы общаемся с людьми. С украинцами. Я общаюсь. Новые люди. Киевляне. Молодая мама с девочкой. Они прилетели в Измит, так как папа у них турок. Здесь родственники. Живут в Киеве. Боже, какая встреча. Мы обнимаемся, целуемся, фотографируемся. И тут слышим. Вы из Украины? Парень. Тинейджер по возрасту с мамой. А вы откуда? А мы из Запорожья. Вот это встреча. Люди. Семь человек. На одном пятачке сразу встретились. И все украинцы. Люди. Три прилетела с Киева, приехала в Турцию. И одни Запорожья. Люди, которые из Запорожья добирались очень долго в Турцию. Пять дней, кажется, автобусом добирались. Вот такая встреча. Вот так нас объединила горе, война. Мы все хотим домой. Мы только в одном. Но никто не ожидал, что так все будет долго. И сколько это еще будет, никто не знает. Вот такая встреча. Сейчас вы это все увидите. Немножечко я сняла. Мои хорошие. Я, конечно, благодарна вам всем за просмотры моих видео. Я стараюсь. Сегодня не получится вставить красоту парка. Вчера был день детей в Турции. Я немножко сняла. Я благодарна, конечно, всем за общение, за комментарии. Комментарии – это наши темы. Я благодарна всем вам за то, что вы со мной. Всех с Пасхой Христовой. До встречи. Хорошие, мои любимые. Вы посмотрите, какая встреча. Я иду, слышу, на русском разговаривают. Я встречаю вот этих двух барышень в беленьких футболках. Девочки, вы откуда? Они мне отвечают. Откуда? С Украины. С Киева. Киев, Украина. Люди добрые. Вы как сюда попали вообще? Откуда? Вы ехали из Польши? Через Польшу. Через Польшу и на Стамбул летели. Я думала, что это две подружки. Это мама и дочь. Люди, посмотрите. Украинки. Боже, девчата. Слава Украине. Героям слава. Мы тоже из Украины. Чую. Чую мову, родную. Девчата почули наше. Мы разговариваем. Подходят до нас. Девочки, вы откуда? Мы? Мы говорили, слышали вас тоже. Мы тоже с Украины, с Киева. Украин, люди добрые. А вы откуда вообще? С Киева? С Киева. С Киева, киевлянки. Вот посмотрите. Встаньте поближе, я вас сниму. Да, да. Боже, какая прелесть, девчата. Супер. Слава Украине. Героям слава. Супер. Слава Украине. Мои хорошие. Я общаюсь с девочками. Вы так в городе никого не уйдете. Общаюсь с девочками. Идут люди. И парень молодой говорит, здравствуйте. Вы откуда? Откуда вы? Запорожье. Запорожье, Украина? Да. Боже, какая прелесть. Боже, вот эта встреча. Мы все с Украины. Вот, мама с дочкой со своей. Мама с сыном. Мама с дочерью. Встаньте поближе, чтобы я засняла вас. Супер. Пожалуйста, посмотрите, люди. Героям слава. Слава Украине. Супер. Молодцы. Отлично. Вот это да, увидите. А вы что делаете? Стали все вместе. Вот, пожалуйста, возле меня Запорожье. Киев стоит. И Киев. И Киев стоит. Украина, возьмите в Турции.